Недавно он тоже прославился тем, что разбрасывал деньги в Волгограде. Он сын какого-то представителя Кадырова в Волгограде. Если казино в исламе запрещены, то почему Томаев рекламирует интернет-казино? А какая здесь связь? Ты считаешь, что Томаев это олицетворение ислама, что ли? Р. Кадырова наградили орденом Авиценна за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук в республике. Хотел сказать, что до сих пор в ЦРБ города Шали продают по 500 рублей пижамы для больных. Как же это жизненно, да? Как, наверное, все чеченцы понимают эти слова. Саламу алейкум, Томсо, беззаконники, оставаясь наедине, ложась спать, размышляют ли они о вечности? Я думаю, да, все равно эти мысли ведь приходят. Человек, оставаясь наедине с собой, он должен об этих вещах задумываться. Он пытается, будет, конечно, пытаться отгонять эти мысли, но они будут его преследовать. Конечно, они об этом думают. Иногда у них получается, наверное, как-то усыпить свой разум, заткнуть эти мысли. Но они все равно у них возникают. И это видно, как Кадыров борется постоянно с этими мыслями. Вы думаете, почему он в различных встречах постоянно про предательство говорит? Они говорят, мы предатели, мы муртады, отступники. Они говорят, предатели, но мы строим мечети, мы строим школы хаписов. Да-да-да, это вот тот голос внутренний, который постоянно ему напоминает. Ты предатель. Как помните в Маугле этот шоколенок, который они называли, а еще они называли тебя червяком, земляным червяком. Вот это такой голос, который, а ты предатель, ты предатель. Он такой, заткнись. Я строю школы хаписов. Я построил мечети. Нет-нет-нет, ты предатель. Ты предал свой народ, свою государство, свою религию. Нет, я строю мечети. Постоянная борьба, понимаете? Такой свободы, как сейчас, у нас никогда не было, он ему отвечает. А голос говорит, нет, ты предатель. Это не та свобода, к которой стремились наши предки. Он, нет, заткнись. Они стремились именно к этому. В общем, вот это вот у него постоянно выливается на аудиторию. Р. Кадейрова наградили орденом Авиценна за вклад в развитие здравоохранения и медицинских наук в республике. «Хотел сказать, что до сих пор в ЦРБ города Шали продают по 500 рублей пижамы для больных». Как же это жизненно, да? Как, наверное, все чеченцы понимают эти слова. Мы же все знаем, когда ты приходишь, чтобы положить человека в больницу, или там экстренно, например, авария, ты привез человека, то врачи к вам выходят и говорят, так, вот вам список, значит, того, что нужно купить. И в этом списке бывает простыня, там простыня столько-то штук, наволочка столько-то штук, пододеяльник столько-то штук. Ты полностью все необходимое, что под него там положить, чем его укрыть, это все покупаешь ты. Насколько это жизненно, да? Вот такое вот у нас здравоохранение. И люди ведь читают это в порядке вещей, у нас ведь многие даже не знают, что это ненормально, что в нормальных странах так не бывает. Ты платишь эту медицинскую страховку, и за счет этого обеспечиваются эти больные люди в больницах. Нет такого. Здесь люди были бы шокированы, если бы им сказали, что они должны что-то купить вообще. Купить в больницу, если бы им сказали. Не то, что там простыни, наволочку. Лекарства, если бы сказали, купить. Люди были бы шокированы. А у нас, когда ты кладешь на операцию человека, тебе дают баллон и говорят, надо кислород привезти. И ты едешь этим кислородным баллоном на заправку где-нибудь в частном доме. Какой-то чувак там у себя бывает, поставил какое-то оборудование и кислородом заправляет баллон. И ты приезжаешь к нему, говоришь, брат, там очень срочно операцию, ты не мог бы мне быстро заправить. И он как бы, входя в твое положение, он говорит, ладно, иди быстро тебе заправлю, заправляю тебе этот баллон. Ты приезжаешь, отдаешь его врачам. И благодаря этому анестезиолог вводит твоего родственника в наркоз. Такое вот у нас здравоохранение в Чечне. Или когда ты привозишь полуживого своего родственника, полумертвого, его завозят на операцию, проходит операция, в результате операция может умереть, но тебе говорят, за операцию надо заплатить деньги. Ну как, у тебя же как бы, у меня же умер родственник, ты говоришь. Получается, операция же не сработала, как бы. Ну, я вот покупаю хлеб, например. Я купил, допустим, хлеб, мне его передали. Заключением сделки является то, что ты как бы принял этот товар, получил пользу, ты взял этот хлеб. Но здесь вот операция, услуга, да? Нет, это, наверное, даже не с товаром, это надо скорее с услугой провести параллель. Когда ты привозишь, допустим, к себе людей для того, чтобы там клининг, да, очистку квартиры, чтобы они тебе сделали, то ты им платишь за эту услугу, то есть за результат. У тебя ковер должен стать чистым, твой диван должен стать чистым, твоя кухня, все это должно быть чистым. И ты за это платишь им деньги. Ты не платишь им просто за то, что они приехали, значит, посидели у тебя в квартире и уехали, а квартира осталась такой же грязной, ты же им за это не платишь. Вот то же самое и здесь. Он как бы операция, но если бы она спасла человека, я бы еще понял, да? Человек как бы спасен, операция сработала. Но операция не сработала, а вот с тебя все равно берут деньги. Вот такое вот здравоохранение, суровое здравоохранение кадыровской Чечни. Чего можешь сказать, что чеченским поп-ММА бойцам заплатили, чтобы они не участвовали в поп-ММА, а Тамайев создал свою организацию и все туда перешли. Я думаю, это была такая многоходовочка от кадыров, кадыровых. Когда их всех подтянул на тот момент действующего, министр спорта кадыровский, Хамзат Кадыров, племянник Кадырова. Сейчас он уже не министр спорта, его сняли с этой должности, после того, как все кадыровские спортсмены облажались на Олимпиаде в Токио, его сняли. Так вот, он когда их собирал и запретил им, по сути, участвовать в этой теме, видимо, уже тогда была идея создать что-то свое, куда они всех перетянут. И вот этот вот, я забыл, как называется вот эта новая тема, которую создал этот якобы Томаев. Но ведет, они не создатели, они ведущие там. Томаев, еще один блогер, тоже сын какого-то кадыровца. Недавно он тоже прославился тем, что разбрасывал деньги в Волгограде. Он сын какого-то представителя Кадырова в Волгограде. Я не знаю, как его зовут. Вот, в общем, вот эти два чувака, они там просто ведущие. Понятно, что хозяевами всего этого являются Кадыровы. Это их фишка. Томсо, если казино в исламе запрещены, то почему Томаев рекламирует интернет-казино? А что ж, какая здесь связь? Ты считаешь, что Томаев это олицетворение ислама, что ли? По-моему, ни у кого не должно возникать вопросов, почему Томаев рекламирует казино. Почему Кадыров, который типа там служитель ислама, защитник мусульман, исунный, хранитель карада, почему он букмекерскую контору, почему букмекерская контора является, спонсором его футбольного клуба. Потому что вот такие, они мусульмане. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok